Как в Москве оценивают переговоры главы МАГАТЭР Фаэль Гросси с Владимиром Путиным и российской делегацией о дальнейшей судьбе Запорожской АЭС? И будут ли реагировать на антироссийскую резолюцию, которую следом принял Совет Управляющих Международного Агентства по Атомной Энергии? Об этом поговорим с постоянным представителем России при международных организациях Вене Михаилом Ульяновым. Он сейчас на прямой связи со студией. Михаил Иванович, здравствуйте. Расскажите подробнее, как вы оцениваете итоги встречи в Сочи? Какие принципиальные вопросы поднимали и были ли какие-то конкретные решения? Да, минувшая неделя у нас была очень насыщенной. И это во многом связано с визитом Рафаэля Гросси в Сочи 6 марта. Главным событием была его встреча с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Это вторая его встреча. Первая была еще 11 октября 2022 года. Насколько я понимаю, встреча была достаточно успешной. Во всяком случае, сам Рафаэль говорил мне, что он очень доволен этой беседой. Для него она была очень важна. Содержание беседы носит конфиденциальный характер. Я не могу его разглашать. Но, естественно, речь шла о вопросах, которые относятся к компетенции МАГАТЭ. В частности, наш президент подтвердил готовность России к тесному взаимодействию с агентством. Подтвердил готовность содействовать развитию атомной отрасли в современном мире. Делиться компетенциями, экспертизой, знаниями. И продолжать строительство ядерных объектов всех государств, с которыми есть соответствующие договоренности. Само собой, разумеется, обсуждалась и Запорожская АЭС. И некоторые вопросы, связанные с ядерным нераспространением. Вот, пожалуй, дальше этого я пойти не могу. Но, повторяю, что Гроссия был очень доволен. И даже воодушевлен этой беседой. Она действительно была для него важной. Что касается работы Запорожской АЭС, сейчас обсуждается, насколько вообще реально восстановить работу станции в полном объеме. Какие основные условия должны соблюдаться? И что происходит по факту? Вы знаете, сейчас ядерные реакторы на станции, их шесть, находятся в режиме остановы. Холодного, горячего. Это специальные термины. Ясно, что рано или поздно станция возобновит производство энергии. Но сейчас об этом говорить рано. Насколько я понимаю, должно быть все просчитано, продумано. Должна быть проведена подготовительная работа. То есть, это вопрос не сегодняшнего и не завтрашнего дня. Но такая работа ведется? Ну, насколько я понимаю, наши специалисты на станции прикидывают, что здесь можно сделать. Вопрос, когда это нужно начинать. Здесь же надо учитывать все обстоятельства, включая и военно-политическую, военную ситуацию в окрестностях. Как станция, она продолжает быть неспокойной. В том числе, благодаря деятельности МГТ, украинцы прекратили ракетно-ядерные удары по станции еще 20 ноября 2022 года. Вы имеете в виду, я прошу прощения, что я перебиваю. Вы сказали ракетно-ядерные, ракетные, наверное, да? Конечно, конечно. Да, я понял, что вы оговорились. Это недопустимая оговорка, но вы меня правильно поняли. Но сейчас продолжается активность беспилотников, она возросла многократно. Наши специалисты нейтрализуют эти дроны, но в любой момент может произойти ЧП. Постоянно наносятся удары по городу и Наргодару, где живут сотрудники станции и члены их семей. Последние две таких атаки с помощью дронов имели место 1 марта, но они происходят регулярно. Вот по словам гендиректора МАГАТЭ, 6 из 7, процитирую, столпов ядерной безопасности, которые он обозначил еще в начале конфликта, поставлены под угрозу. О чем идет речь, кроме вот этих ударов, о которых вы говорите, и согласны ли в целом вы с этой оценкой? Вы знаете, вот эти 7 принципов, иногда их путают с еще 5 принципами, которые сформулировал Гросси. 5 принципов касаются Запорожской АЭС, а 7 первоначальных, оглашенных им еще в начале марта 2022 года, касаются вообще атомной энергетики в условиях вооруженного конфликта. И сказать, что первое из этих принципов, а именно обеспечение физической безопасности, целостности атомных станций соблюдается полностью нельзя, потому что Украина регулярно пытается наносить удары по российским атомным станциям, в первую очередь по Курской, по городу Курчатово, город-спутник, это их атомная электростанция, по линиям электропередач. То есть, по большому счету, и первый из 7 принципов тоже соблюдается не полностью. Не соблюдается абсолютно украинской стороной, по-моему, третий из этих 7 принципов, который предполагает, что персонал станции должен быть свободен от внешнего давления и быть в состоянии работать в нормальных условиях. Но когда город Энергодар подвергается регулярным обстрелам, конечно, люди чувствуют себя небезопасно. И тем более, что это создает угрозы членам семьи. Кроме того, и мы об этом говорили на сессии Совета управляющих МГАТЭ, идет кампания психологического террора в отношении сотрудников станции. В социальных сетях украинских распространяются фотографии сотрудников станции, членов семей. Рекомендуется бежать, пока не поздно. Но это, в общем-то, психологический террор. Да, и он, конечно, тоже сказывается на психологическом состоянии людей. Не может не сказываться. Этот принцип тоже нарушается украинской стороной. А что касается работы наблюдателей МГАТЭ, они все это фиксируют? Вообще, насколько они объективны и насколько эффективна их работа, на ваш взгляд? Значит, что касается кампании запугивания, то МГАТЭ всячески уклоняется от того, чтобы прописать это в своих докладах, в сводках. Хотя неоднократно я лично передавал Гроссе, его заместителям. Эти материалы на бумажном носителе, просто чтобы они посмотрели, как это выглядит на самом деле. Агентство опасается публиковать такие данные, делать какие-то оценки, за что мы их и покритиковали, в том числе на сессии Совета управляющих, которая проходила здесь на прошлой неделе. В целом, я думаю, что присутствие сотрудников МГАТЭ полезно. Полезно не только для самого агентства, для международного сообщества, но и для Российской Федерации. Я уже упомянул, что после размещения персонала МГАТЭ на станции украинцы еще два с половиной месяца продолжали ракетно-артиллерийские обстрелы, но потом все-таки прекратили. Но это существенный результат, и присутствие сотрудников агентства на станции сыграло в этом определенную полезную роль. Но не всегда мы согласны с теми оценками, которые высказывают сотрудники МГАТЭ, присутствующие на станции. Я думаю, что у нас экспертиза побогаче, чем у агентства. Все-таки первая атомная электростанция в Советском Союзе была построена еще за несколько лет до создания МГАТЭ, и специалисты у нас замечательные. Уж точно не слабее, чем специалисты МГАТЭ. Даже вопрос такой не должен возникать. Мы смотрим на те рекомендации, которые высказывают эти сотрудники. Если они соответствуют нашим представлениям о том, что полезно для станции, эти рекомендации принимаются во внимание. Если не согласны, то, естественно, принимаем сведения, не выполняем. Это нормальный процесс. Но по совокупности, еще раз повторю, присутствие сотрудников МГАТЭ на станции отвечает нашим интересам, интересам дела, интересам поддержания ядерной безопасности. А насколько принципиально сегодня вопрос доступа экспертов на отдельные объекты станции, к энергоблокам, хранилищам отработанного топлива и так далее? Вы знаете, они регулярно посещают различные объекты, точки на станции. Но, естественно, есть ограничения. Все-таки эта станция находится поблизости от зоны боевых действий. Работают снайперы. Российская сторона несет ответственность за безопасность международного персонала. И пускать этих людей туда, где их жизнь может оказаться под угрозой, мы не можем. МГАТЭ жалуется иногда. Иногда терпят, ждет, когда позволит им посетить тот или иной объект. Доходит, честно говоря, до смешного. Одно время агентство очень настаивало на том, чтобы подняться на крыши ядерных реакторов. Это действительно смешно, потому что, во-первых, у них есть спутниковые снимки этих крыш, а, во-вторых, нигде в мире на крыше инспекторы или эксперты МГАТЭ не поднимаются. В этом нет никакого смысла. Ну вот, даже по таким пунктам бывают разногласия. Но я бы их не драматизировал. Это естественный процесс. И мы работаем на постоянной основе с тем, чтобы доклады МГАТЭ по ЗАЭС носили максимально объективный характер. Пока этой стадии мы не достигли, прямо скажу. Претензий у нас к этим докладам много. Если нужно, могу поделиться конкретикой. Но мы открыто критикуем агентство за вот эти какие-то дисбалансы в отчетности о положении дел. Но, еще раз повторю, я бы это все не драматизировал. Это нормальный рабочий процесс. Михаил Иванович, Совет Управляющих МГАТЭ 8 марта одобрил предложенную Киевом резолюцию по гарантиям ядерной безопасности на Украине. Назвали ее уже антироссийской. Вы отметили, что дебаты были жаркими. Расскажите, а в чем суть этого документа? И вообще, имеет ли он какое-то принципиальное значение? Ну, принципиального значения эта резолюция не имеет. По той причине, что мы считаем ее юридически и политически ничтожной. Почему? Потому что Совет Управляющих с подачи Украины, а до этого три таких же резолюции принимались с подачи Канады, Польши и Финляндии с 22-го года. Эти резолюции выходят за рамки мандата МГАТЭ, затрагивают вопросы войне и мира. Например, содержат требования о выводе всего российского персонала с территории станции и передачи ее под контроль украинским уполномоченным лицам. Это выходит за рамки устава МГАТЭ, мандата Совета Управляющих. Это сугубо политическое решение. Поэтому последствий эта резолюция не будет иметь, так же, как не имели последствий три предыдущие резолюции на эту тему. Но здесь любопытно отметить другое. Резолюция была принята большинством голосов. 20 стран голосовали за. Но, когда принималась первая резолюция еще в марте 22-го года, таких стран было 26. Теперь, повторю, только 20. В 22-м году воздержались только 5 стран. Сейчас воздержались 12. Ее с большим удовольствием не перечислю, потому что в нынешних условиях воздержаться это почти что проголосовать против. Ну, такая политическая ситуация на многосторонних площадках. Так вот, эти 12 стран это Алжир, Армения, Бангладеш, Бразилия, Буркина-Фасо, Индия, Индонезия, Катар, Кения, Намибия, Саудовская Аравия, Южно-Африканская Республика. То, что мы называем глобальным югом. Кроме того, две страны проголосовали против России и Китая. Мы ценим солидарность наших китайских друзей. То есть, из 34 стран, имеющих право голоса в Совете управляющих, только 20 высказались за. И 14 отказали от резолюции в поддержке. Все познается в сравнении. Я упомянул цифры. Тенденция явно идет в нашу пользу. И это очень приятно. Михаил Иванович, как-то реагировать вы будете на эту резолюцию официально? А зачем? Мы все сказали, что считаем ее юридически, политически ничтожной. Будем продолжать работать в МАГАТЭ, как работали и предыдущие 60 с лишним лет. Будем готовиться к следующей дискуссии по Украине в Совете управляющих. Она предстоит в июне. И будет очень непростой, судя по всему, эта дискуссия. Наша задача сделать так, чтобы никаких неприятных последствий для Российской Федерации из всех этих политизированных дискуссий не было. Будем стараться. Михаил Иванович, я благодарю вас за комментарии. Спасибо, что в прямом эфире ответили на вопросы. Я напомню, на прямой связи был постоянный представитель России при международных организациях Вене Михаил Ульянов.